приветствую всех зрителей своего канала как вы заметили давно уже не выпускаю свежих роликов причин две первое это то что слава богу уже все по машине сделано глобальных ремонтов нет ничего не ломается для тех кто пишет комментариях что я перебрал машину до винтика скажу это неправда до полного разбора конечно не доходило я еще не менял тормозные колодки тормозные диски но а все что подлежало замене вы видели в прошлых моих видео так что будущий покупатель если ты меня смотришь и будешь покупать мышь мою машину то скажу что ничего здесь плохого и заколхоженного нет вы видели возможно как некоторые там дорабатывают удлиняют шток амортизатора чтобы поднять клиренс проставки ставят я этим не занимаюсь у меня машина полностью стоки как сделано все по заводу ну а вторая причина я занимался ремонтом на даче потому что скоро отпуска ситуация по коронавирусу как вы знаете беларуси не очень больных все больше и больше становится поэтому я собираюсь переехать жить на дачу в летнем отпуске поэтому занимался ремонтом ну вот кому интересно ремонт на даче посмотрите довольно так симпатично но люстра то я просто разобрал чтобы ярче было поклеенные обои отремонтированы окна пластиковые у меня здесь они стояли просто я покрасил деревянные были подоконники повесил жалюзи покрасил пол вот шкаф новый куплен еще куплю диван хороший современный большой и можно будет переезжать жить главное чтобы погодка радовала и было тепло ну а если вернуться к теме видео я покажу посылки с aliexpress то что я заказал получил чтобы лучше доработать моей машине я думаю что вам это тоже пригодится значит так первая часть что я буду сегодня менять буду клеить резинку под вот эту накладку всем известная проблема жабо жабо я уже себе переделал видео есть не будем к этому возвращаться значит чем проблема почему затекает вода сейчас я попытаюсь показать со временем перепада температур это пластиковая накладка фокусируется до перестает плотно прилегать к стеклу к этим декоративным элементам образуется щель и затекает вода капает она на жабо жабо у нас эта тряпка начинает разрушаться и будет тапать вода потом на двигатель по поводу этой накладки пластиковой у меня здесь наклеена была резинка вот такого прямоугольного профиля скажем так видите какой профиль но она не обеспечила должного уплотнения и поэтому было решено заказать резинку с алиэкспресс другого профиля вам сейчас покажу какого вот такого сложного профиля видите я заказал эту уплотнительную резинку дело в том что она как я посмотрел на алиэкспрессе в описании у этого продавца она используется еще на крышке багажнике уплотняют стекла и вроде даже как фирма 3м вот здесь 3м прослеживается буквы вроде это бренд такой известный по поводу длины я заказал 2 метра там метражом у них идут они по моему метр два три и более то есть для того чтобы нам полностью проклеить вот эту всю накладку еще и и останется вот если я растяну то естественно что тут будет больше чем нам надо но ничего запас беды как говорится не чинит и потом проклею покажу что получилось если от этого эффект я отклеил старую резинку которая никакого особого даже эффекта и не давала сейчас обезжирю ацетоном эту поверхность куда буду клеить новый уплотнитель вы тоже не забывайте обязательно обезжиривать перед поклейкой ну вот что касается профиля как видите я даже не знаю как это у-образный сказать здесь такая вот щель есть это если например клеить под стекло то можно в эту щель заводить под стекло и проклеивать вот например как я уже говорил уплотнять автомобильные стекла значит проклеил я этот уплотнитель на самоклеящаяся основе вот видите здесь по углам и поворотам плохо приклеивается но возможно я этот угол и отрежу здесь не надо пойду пока примере вот по всей длине и взял проклеил проклеил ну да оказывается что здесь вот в этой части клеить и не надо это если будет на поверхности то здесь то есть выходит за пределы жабо и там уже неважно это влага будет выводиться через дренажи которая тоже кстати не забывайте очистить если вы недавно купили машину еще до этого не занимались чисткой дренажей ставлю на место накладочку защелкиваю так ну вот что получилось смотрим на эту щель так вот смотрим как видно пространство почти нет дело в том что я еще и сюда вот на стекло на кромку видите да наклеил уплотнительную резинку но не эту а такую обычный полукруглый такой профиль как на двери клеят и у меня щели почти нету вот сейчас полью водой посмотрю вот она так видите здесь поэтому краю попытаюсь показать плотно прижалась и и как видно плотно между стеклом и накладкой уже никакой дырки нету полил водой посмотрим так вот поливаю поливаю вода сбегает стекает и отводится водостоки посмотрим не течет ли на двигатель так как бы нам залезть здесь у нас все сухо здесь краев если вода и капает то ничего страшного здесь это уже на подушку и на металлические элементы водоотводы видно принципе они для этого и предназначены нам главное чтобы не капала вода на двигатель значит эффект есть но цены меняются я-то заказывал за 2 доллара может она уже больше если вам интересно то пройдите по ссылке под видео так но мы идем дальше следующая моя покупка уже скажу не первая с известная этой китайской торговой площадке это щетки стеклоочистителя покупаю я их уже второй раз мои отслужили в прошлое этой же фирмы сумка которая на алиэкспрессе там же заказывал больше чем полгода где-то месяца в девять не они уже просто резинки подсохли и начали скрипеть дело в том что можно конечно эти резинки но качество как почему-то резина гораздо хуже чем если брать вместе со щетками бескаркасными платил я за них что-то по-моему около 12 долларов но цены постоянно меняются то акции то дорожают поэтому я тоже оставлю ссылку на продавца под видео вот так они выглядят эти щетки после распаковки одна у нас водительская 75 сантиметров это самая длинная и 65 сантиметров право пассажирская щетка дело в том что владельцы scenic 3 grand scenic 3 уже знает эту тему не раз сталкивались что очень трудно подобрать хорошие качественные щетки одни плохо вытирают вот в этих крайних положениях либо щелкают боролся я с некачественными щетками подгибал этот поводок тоже есть у меня видео на канале при перекладке в крайних положениях резинка стучит по стеклу вот она типа так перескакивает но у меня уже все нормально я решил эту проблему и подгибанием поводка и заменой на качественные щетки естественно лучше всех щеток работает оригинал оригинальное трено щетки но стоят они 30 35 долларов не все хотят отдавать такие деньги за щетки поэтому вот стала еще и чемпион чемпион тоже так середнячок скажем но недолго совсем отслужили эти щетки поэтому заказал я эти поэтому одобрены мной скажем так и вам я их советую тоже к заказу сейчас покажу как по истечении девяти месяцев работали старые щетки этой же фирмы то есть стука как такового нет вот не щелкает она здесь и вытирает относительно неплохо ну немножко уже посвистывает на сухую но при движении на большой скорости ветер их прижимает и они начинают скрипеть и плохо вытирать вот происходит такое явление аэродинамическая сейчас покажу на белом фоне как выглядит сама эта резинка производитель пишет что она графитово-силиконовая видно такая вот она серо как ну когда есть составе графита это резинка всегда отличается от обычной черной так все я поставил эти щетки новые фирмы сумкс если вначале неправильно их называл не сумку а сумкс и самкс в принципе еще покажу какой лайфхак я всегда делаю для продления жизни резинок в дворниках щеток стеклоочистителей и для того чтобы им легче было сметать воду со стекла значит я беру вначале влажной тряпочкой вытираю на чисто лобовое стекло удаляю все загрязнения обезжиривать не нужно это для тех кто еще не все мои видео на канале смотрел я уже эти щетки когда-то менял тоже показывал и наносим любую силиконовую смазку для резины для дверных замков ну автовладельцы знают у меня например манол и не обильно так наносим на стекло если очень уже обильно нанести потом будут цветные пятна и размазываем растираем бумажным полотенцем втираем стекло с этой стороны и стой затем пускай какое-то время постоит подсохнет на солнце лобовое стекло вот и салона показываю никаких следов на стекле не осталось и в общем-то у нас получился такой анти дождь своими руками простое скажем так народное средство если вы будете ехать в дождь на скорости пускай там 60 и более километров в час даже не надо включать щетки стеклоочистителя капли от ветра будут сами сдуваться влево и право от стекла и в принципе это еще полезно для самих резинок щеток стекло у нас пересушено после зимы когда мы пользовались стекло мывающими жидкостями на основе спирта и вот сейчас я продемонстрирую как практически бесшумно новые резинки новые щетки отлично работают фирмы сумкс и вытирают тоже они отлично по обработанному силикону стекло можно сказать вытирают они отлично ну и напоследок уже покажу что еще заказал это набор инструмента для снятия панелей дверных карт обшивки для того чтобы безопасно и удобно было снимать эти элементы не повредив крепеж каких там называют клопики чопики пистоны вот типа такая монтажечка с этой стороны лопаточка тонкая вот тоже лопатка чтобы не повредить панели например если вы будете снимать приборную панель очень удобно подлезть не надо ничего придумывать есть этот инструмент их куча продавцов если кому-то интересно я тоже ссылку оставлю цену не помню поэтому я напишу стоимость этого набора в видео вы увидите это на экране вот тоже есть такой крючок раздвоенный как змеиный язык я думаю что я покажу как работает этот инструмент в дальнейшем когда буду снимать видео по борьбе с коррозией вот над этой хромированной накладкой если видно вот здесь резкость я сейчас наведу вспучилась красочка у меня и не только у меня машина тринадцатого года люди пятнадцатого и шестнадцатого жалуются что вспучивается краска надо будет снять естественно чтобы получить доступ вот эту накладку на крышку багажника потом снять вот эту хромированную декоративную накладку зачистить обработать цинкарем посмотреть если там коррозия тут еще просто вздута краска неизвестно есть там рожа под ней или нет и что советуют люди для того чтобы уже дальше не поднималась краска проклеить двухсторонним скотчем когда снимется эта накладка на нее наклеить двухсторонний скотч из-за того что мы хлопаем дверь дверьми багажника время движения она трет и повреждает краску туда попадает вода и получается вот этот дефект поэтому когда я буду работать я более конкретно покажу ну а сейчас попробую подковырнуть видите подковырнул и сразу у нас уже снимается этот чопик вот ну я сейчас не буду полностью снимать зачем делать двойную работу а вот этими крючками если они остались дверной панели они уже потом достаются эти элементы крепления вот очень удобно и накладки эти пластиковые тоже подковыривать как я уже сказал снимать я сейчас не буду нет необходимости но не надо там отвертками из ловчаться и и думать что то вот есть специальный для этого инструменты стоит недорого если кто-то захочет убрать паука так называемый канфильтр с приборки то вам тоже понадобится этот инструмент потому что для того чтобы снять приборную панель нам надо будет подщелкивать по периметру здесь все защелки с помощью этого инструмента это вам будет сделать легко и просто ну вот в принципе на сегодня все что я хотел вам рассказать и показать поэтому задавайте свои вопросы в комментариях пишите предложения тоже в комментариях что вы интересного заказывали для своих ранос ценник 3 на алиэкспресс будем читать с интересом и до встречи на моем канале всем пока